Всем привет! В общем, день мой начался именно с вечера. На улице уже темно, а я собираюсь только завтракать. Только проснулся, на самом деле, недавно. Поэтому день обещает быть веселым. Сейчас я вам покажу, что я буду кушать. Ну, а дальше больше. Итак, вот мой завтрак. Мясо, побольше мяса, фруктовый чаек. Ну и, собственно, всем приятным аппетитом. Итак, всех приветствую, дорогие друзья. В общем, в этом выпуске тренировок не будет. Я хочу заранее вас предупредить. Я это делаю специально. Я показываю это для того, что отдыхать все же нужно. На Новый год я отдыхаю примерно недельку. Тренировок никаких. Отдых. В этом выпуске мы поедем с вами в Магнум. Мне сказали, что тот, что у Магагарина Магнум, он самый дешевый. Он самый большой, самый посещаемый. Поэтому я прекрасно понимаю, что там будет не протолкнуться в эту новогоднюю ночь. Очень тяжело будет закупиться чего-то. Я даже не знаю, как я тележку эту найду. Но ради формата я готов на это пойти. Поэтому оставайтесь со мной и не переключайтесь. Эх, погнали. В общем, друзья, направляюсь я в Магнум, чтобы закупиться продуктами. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Поехали. В общем, первым делом мы возьмем яйца. Вот самый дешевый за 487 десяток. Берем. И еще 5. Морковь. Кровь щиповка. 109. Морковь примыкла. 273. 11 слипла. 11 слипла. 5. Картофель белый. В общем, вот, друзья, нам нужен горошек для салата. Две банки. Поэтому берем бандиоль 365. Ну и, конечно же, нам нужен майонез. Желательно побольше. Поэтому вот за 385. Видите, со скидкой стоило 535. Поэтому берем его. Друзья мои, здесь столько народу. В какой-то момент я думал уже отказаться от этой идеи и свернуть домой. Но все-таки потихоньку, потихоньку, так сказать, я смог пробраться к овощам. Народу просто уйма. И, в общем, мне удалось многое что взвесить. Поэтому сейчас идем еще поищем снеки какие-нибудь. Напиток праздничный и, собственно говоря, селедку я возьму в другом месте. Мясо, тыкву тоже там, где подешевле будет. В общем, направляемся дальше. Итак, друзья, нам нужна колбаса для оливье. Поэтому вот самый бюджетный вариант я вижу за 949. Дешевле не вижу. Поэтому берем ее. Друзья, я вот подумал на напиток все-таки. Дай-ка мы возьмем буратину. 305. Хорошая цена. Берем. Друзья, знаете, что я подумал? Новогоднее настроение дома все-таки делает елка. Елки у меня нету. К сожалению, она где-то в подвале. Ее надо искать. Но мини-елку, я думаю, поставить можно. Здесь я видел бюджетный вариант елки. Поэтому я думаю, что я ее все-таки возьму. Погнали. Вот, друзья, елочка. Видите, по 699 тенге. То есть, ну, это совсем прям дешево. Поэтому я думаю, что стоит взять ее. Почему бы и нет? Друзья, я тут подумал, нам же нужен хлеб. Обычно я его не ем. Но раз уж у нас такой формат, поэтому думаю, все-таки возьмем для сытости. Думаю, вот этот нам подойдет. Это наша цена. Потом, друзья, чуть не забыл. Нам же для мант нужно масло. Добавить туда саму начинку. И самых дешевых масел я вижу вот по 629. Поэтому возьмем его, коровье. Итак, друзья, мы стоим возле снеков. То есть, это закуски сладкие, разные. И, если честно, я вижу из дешевых вариантов только Яшкина. Вот есть такая еще продукция «Все в дом» по 299. Можно ее одну взять, думаю. Потом, после чего, я думаю, можно будет еще какие-нибудь вафли взять, захватить. Или вот эти. Или Яшкина 459. Так, чем они отличаются? Ну, я думаю, что все-таки вкусом они будут. Разные. Но Яшкина, смотрите, дешевле на 10 тенге. Просто у нас такой формат. Не, мне-то все равно, я могу взять. Ну, раз такой формат. Давайте все-таки возьмем Яшкина, да? Чтобы было побольше на столе всякого. Вот так. Итак, всем привет, друзья. В общем, пришли мы с магазина. Чек вышел у нас на 6405 тенге. 6405. В общем, далее мы сходили в магазин. На тысячу купили одну свеклу для мант. В эту тысячу еще входило, что у нас там? А, соленые огурцы взял. Мне нужны были 4 штуки, но мне продали там. Не знаю, штук 20, наверное. И еще плюс на оставшиеся деньги дали 2 банана. Поэтому тысяча ушла туда. Потом пошел в рыбный магазин. В общем, где, естественно, формат же бюджетный у нас. Но этот рыбный магазин, он как бы, он очень хороший. И там мы не нашли селедку, но нам предложили скумбрию. Точно такую же, только скумбрию. Я думаю, в принципе, сель под шубой будет со скумбрией тоже ничего. Попробуем. Я ни разу не пробовал. Мне это уже будет интересно. Итак, что дальше? Ну и на полторы я взял немного мяса для мант, чтобы нарезать его. Ну, собственно, и все. Соль, перец, мука, я думаю, у всех есть. Поэтому это мы не закупали. Ровно на 10 тысяч. Даже еще 150 тенге. Вот как раз остаются. Как раз давайте эти 150 тенге на щепотку соли, щепотку перца. Ну, такие бижняки, в общем. В общем, начинаем готовку. Наверное, мы начнем с, как всегда, оливье. Погнали. Итак, друзья. Вот мы поставили варить 10 яиц, 6 морковок, 6 картошек и всю свеклу, в общем, положили. Итак, будет вариться, как сварится. Все покажем, расскажем. На самом деле еще осталась лишняя морковка и картошка. Можно даже потом что-то на оставшийся сделать, какие-нибудь салаты. Вот так вот. Итак, в общем, мы нарезали колбаску. Ту докторскую, которую мы покупали. Далее мы будем нарезать лук. Далее отправляем нарезанный лук в оливье. Половину луковицы. Далее мы добавили 3 огурца. Хотели изначально 2, но поскольку ингредиентов много, я добавил 3. В общем, соленые огурчики в салатнице. Поехали дальше. Далее мы отправляем в салатницу 5 яиц, которые мы купили. 5 в оливье, 5 в сель под шубой. Далее в оливье мы кидаем горошек, пока наша картошка остывает. Я знаю, что картошку нужно переверить, горошек сверху, чтобы не помялось. Но картошка пока остывает, а мы немножечко уже спешим. Поэтому следом идет горошек. Овечку сыпаем. Все. Ждем картошку и нарезаем. Далее мы нарезаем картошку на наш оливье. Получилось немножечко крупно. Но я это сделал специально, потому что картошка переварилась. И когда ее будем мешать, она сделается меньше от перемешки. Поэтому осталось только добавить морковку, залить майонезом и наш оливье готов. Последнее. Нарезаем морковку и заправляем майонезом. Перчим. Кто-то солит еще дополнительно. Я не буду. Далее делаем селедку под шубой. Нарезали лучок. Далее мы закидываем оставшиеся 5 яиц. Также нарезаем кубиком. Далее мы нарезаем картошку к нашей сельде под шубой. И тоже режем немножечко крупно, потому что мы ее переварили. Далее вместо селедки мы добавляем маринованную скумбрию. Но она по вкусу почти такая же. И нарезаем сюда морковку. Закинули морковку. И так далее. Поскольку время у нас ограничено, я все смешаю. Даже свеклу. Но для красоты в конце натру мелко и посыплю сверху. В общем, вот я переложил наш салат. Чуть побольше салатницу. Майонез. Ну и готово. Ну и последний салат. Делаем винегрет. Друзья, самое главное. Я забыл купить квашеную капусту. Поэтому у меня была капуста дома. Капуста недорого стоит. Как раз на те деньги, которые остались до 10 тысяч. Там сколько? 150. Половину капусты засолили. Вот так вот. Замариновали масло. И добавим в общем сейчас в наш винегрет. Потом картошечка, морковка, горошек. И заправим все подсолнечным маслом. Картошечку отправили. Далее морковочка. Следом горошек. Капуста и растительное масло. Все смешиваем. И пускай настаивается. Три салата уже готовы. Друзья мои, чуть не забыл добавить один соленый огурчик. Большой. Я настолько уже запарился, что уже не помню. Добавляет винегрет огурец или нет. Но я добавлю. В общем, как я сказал ранее. Поливаем маслом и смешиваем. Итак, друзья. На самом деле. Я очень сильно зашиваюсь. До Нового года осталось три с половиной часа примерно. Так, если сейчас 8.30, почти 9. Скоро. Три салата мы уже с вами приготовили. Далее для мант нужно нарезать мясо. Вот мясо на полторы тысячи, которое я купил. Сейчас его будем кубиками нарезать. И уже торопиться. Потому что Новый год скоро. Давайте резать. Стараемся резать. Мелко. Но не совсем. Чтобы вкус мяса чувствовался. Я вообще манты не люблю. Когда туда, внутри мясо кладут как фарш. Просто перекрученное. Зачем это же? Это же не пельмени. Я считаю, что манты должны быть крупно нарезаны внутри. Мясо обязательно. Без этого никак. Кстати, манты будут с тыквами. Потом еще тыкву резать. Ёлки-палки. Но я надеюсь, что я успею. Нельзя. Куда? Нюхает, нюхает. Мясо хочет. Ну, нафи. Нафи мяско. Сырое мяско хочет. Ешь. У меня вон еще собака пришла. Теперь они на пару будут кушать. Ну, в общем, друзья. Буду нарезать мясо. После буду нарезать тыкву. Я, по-моему, свекуду этого сказал. Или нет? Я уже запарился. Потом нарежу тыкву. Накатаем тесто. И начнем лепить уже. А что, уже уже время. Уже пора. Погнали. В общем, друзья. Начинка для мант уже готова почти. Мы нарезали мясо, тыкву и лук. Сейчас добавим сюда сливочное масло и все размешаем. Сливочное масло, естественно, заранее нужно растопить. Солим, перчим и начинаем лепить манты. Итак, друзья. мы посолили, поперчили наш фарш для мант. В общем, добавляем сюда раскаленное масло и все смешиваем. В общем, друзья, начинаем лепить манты. ложим нашу начинку нарезанное тесто. Ложим тоже подаем немного, чтобы манты склеились. Я делаю вот так. сочетая одну сторону. У меня просто палец порезался, поэтому мне неудобно лепить сейчас. Вторую сторону. Вот так. Ну, в общем, первый блин комом, как говорится, второй постараюсь сделать получше. Вот так вот, вложим в мантницу и варим. Ну все, друзья, поставили париться манты. В общем, как они дойдут, минут 45 примерно, уже начнем потихоньку сервировать стол. Ждем. Итак, всех приветствую, мои дорогие друзья. С Новым Годом, он уже наступил. И мой ролик, вот видите, мне мешает разговаривать салюты и еще кое-чего. В общем, реально у нас вышло на 10 тысяч тенге у нас весь этот стол. И даже 150 тенге еще осталось. Манты, оливье, селедка под шубой. Вот я, кстати, сверху еще натер свеклой. Это такой быстрый вариант, на самом деле. Винегрет, снеки разные. То есть, ну вот, как видите, на 10 тысяч тенге вполне можно. Я вам более того скажу. Еще полтазика оливье. Реально полтазика винегрета и сельди под шубой. Ну, я даже не знаю, кто это все будет есть, потому что это, конечно, сложно будет. Но тут реально человек на 10, понимаете. А если еще и с хлебом, то вообще точно не на 10. Еще больше. Как-то вот так вот, в принципе, оказалось, можно на 10 тысяч тенге покушать. Я и не предполагал. Ну что, друзья, салюты стреляют. Я должен выпить. Ой. Я пью лимонад. Реально Новый год. Я пью лимонад. Эксперимент решил сделать такой в этом году. Так, друзья, если видно на камеру, вот сколько времени. То есть уже 12, 12. То есть уже Новый год наступил уже как 12 минут, 13. Ну что хочу сказать. Давайте попробуем. Ну, давайте будем пробовать, потому что я целый день все это готовил, делал и не ел. Я ужасно, ужасно голодный, по идее. Но все равно, пока готовил, то подхватишь, это подхватишь. Там вафельку съешь, там салатик попробуешь. Но тем не менее. Дайте манты попробуем. Манты очень вкусные получились. Реально вкусные. Еще со сметанкой бы. Но мы по бюджету, типа, сметану не покупали. Не, ребята, не подумайте. Так-то у меня холодильник полный. Слава богу. Но такие эксперименты, они заставляют тебя отрезвиться. Кому-то что-то научить, что не все потеряно, когда казалось бы все. Ну вот, на 10 тысяч тенге прям богатый стол. Я сервировать красиво не умею. Я целый день все это снимал. Запарился. Извините за тавтологию. Запарился. Получилось, как получилось. Мант очень вкусный. Еще три таких там остывают. Давайте попробуем оливье. Заценим. Что вышло? Я не пробовал еще. Его именно не пробовал. Какую-то из них другую пробовал. Так. Вы знаете, я слишком крупно нарезал. А так очень вкусно. Ну, по идее, я люблю сам покрупнее. Я не люблю, когда совсем как горох. А так, в принципе, он поузился. Как будто там еще пюре добавлено. Картошку я передержал, переварил. А вот так. Вполне. Она... Я ее специально крупно нарезал. Чтобы когда потом при перемешивании, он все равно развалится. И... Ну, я не ожидал, что он прям в пюре превратится. Ну, такой вариант довольно-таки неплохой. Ну, вот обычное пюре. Картофельное. Чем неплохо? А тут припаренное. Это знаете, что напоминает? В Москве я в аэропорту пробовал первый раз. У них... Крошка-картошка. Во! Крошку-картошку напоминает. Очень вкусно. Оливье зашибись. Тихо-тихо. Там салюты стреляют. Очень вкусно. Я в крошке картошки вот такую заказывал. Точно такая же, по-моему. По вкусу даже. И еще... Лосося положили мне просто сверху. Было классно. Так, давайте попробуем винегрет. Честно, друзья, я винегрет не люблю. Вот. Вот честное слово. Но! Поскольку это новогодний стол, как бы по формату логичнее было бы третий салат сделать традиционно, опять-таки, винегрет. Поэтому я всего ложечку. Ммм, ничего себе ложечка. Ну ладно. Давайте попробуем винегрет. Ну. Это реально винегрет. Он у меня даже повкуснее получился. Крупно, видите, крупно нарезал. Я согласен, крупно нарезанное это не для всех. Это только для таких пацанов, как мы, те, кто в качалку ходят. Которые по жизни сидят на массе. Вот именно такие куски, они залетают. Эти мелочь уже запарила. Мелочь нужно есть кашу по утрам. Я каждый день себе делаю кашу утром. Овсяную или пшеную. А, нет, пшеничную. Три яйца, банан. Пошел двигаться. Так. Попробуем этот. Слушайте, ну винегрет он реально получился. Даже вкуснее. Сельдь под шубой. Давайте попробуем. Он у нас со скумбрией. Я ни разу не пробовал, по-моему, со скумбрией. Поэтому видите, тут какой способ сельди под шубой слоями ровно не выкладывали. Это просто быстрый вариант, когда не успеваешь уже. Ну, его вообще, по идее, надо было делать вчера. Не спеша. Чтобы уже настоялось, короче, на следующий день. А так, это быстрый вариант и он ничем не уступает первому. Да, свеклу тем более натерли сверху. Получилось вкусно? Это оно! Я его обожаю. Да, это оно. У меня получилось. Так, вот это у меня лучше всего получилось. Сеть под шубы прям залетает. Слушайте, я на самом деле так готовлю впервые в жизни. Но у меня многое получилось. Команды мне, конечно, помогали люди. А так все сам делал. манго, в смысле, лепить. Так-то вы же все все видели. В общем, у нас еще сладости здесь. Смотрите, вот эти от Яшкина вот эти кругляшки. Давайте попробуем. Я от Яшкина ни разу не пробовал. Я эти самые только потолще другой фирмы постоянно брал с чаем прям хорошо, на массе. У Яшкина они повкуснее. Однозначно, я теперь буду брать их. Первый раз попробовал, вы свидетели. Буду брать от Яшкина вот эти рулетики такие. Потом это тоже, по-моему, Яшкина, да? Давайте попробуем. Бюджетный вариант, а что? Нормально. По формату нашему. И вполне неплохой стол. Креативу бы просто научиться еще, как сервировать. У нас даже елка есть, видите? Елка вместилась наша. У меня есть большая, но я специально все так поставил, то, что мы купили. И вполне себе устроил праздник. Ваши зачет. Пьем буратину. Алкоголь не пьем мы. В этом новом году мы не пьем. Поэтому хорошо. Вот эти еще надо попробовать. Тоже. Но я уже елся. это, если я не ошибаюсь, все в дом. Фирма Magnumus все в дом. Да, неплохо. Но, честно, у них одно одно ге. Им бы повкуснее делать всю свою продукцию и покачественнее. А так, что цена? Ненамного. Ну, так вот. В общем, друзья, хотелось бы вас еще раз всех поздравить уже с наступившим Новым Годом. Пожелать всем крепкого здоровья, успеха. Знаете, верить в Бога, определиться уже с кем вы. на плохой стороне или на хорошей. Я к тому. Всем передаю привет. Спасибо всем, кто сейчас мои ролики комментирует, лайкает. Все вижу. Сегодня не сделал, кстати, салат, который DJM Rus Салам Алейкум. он мне отправлял, короче, в этом, в личных сообщениях. Я этот салат, братуха, сделаю в следующий раз. Сегодня вот не стал заморачиваться и все еле сделал, аж поясница болит. Салам Алейкум. В общем, Серега тоже Сталды Кургана. Салам Алейкум. Как дела? С Новым Годом. Ну а и всем, кто в Тургене центра. Салам Алейкум всем. В общем, в тренажерного зала тоже не забыть людей. Мага. Мага, Улжан мне сказала, что ты в Узбекистан уехал. Ничего ты, типа, отдыхаешь, да? Пазара нет. Пазара нет. Буржуй летает по Узбекистану, пока все люди сидят в карантине. Красавчик. Но Ян. Салам Алейкум. Тоже с тренажерного зала Ман Нигер. Кто там? Ак Султан, кто еще комментирует? в общем, всем спасибо, друзья. Если честно, хочу сказать, что это первый, а не, не первый, вру, второй новый год, который я отмечаю без алкоголя. Трезвый. Или третий даже. Да, третий. Ну, если не считать детства. Знаете, крайний раз я без алкоголя отмечал это было в Тургене с ребятами. Там такая система, мы работали и каждый дежурил на кухне. И после мужиков это каждый день целая мука мыть три раза посуду. ну, один день моешь в общем, каждый по очереди. А тут мы на новый год наготовили где-то человек двенадцать. Поели, очень много поели, долго сидели, кушали, долго готовили. Стол длинный, там еще дед с нами был. И в эту ночь была очередь этого дядь Феди. Он часа два-три там матерился. я наблюдал под нос буркал себе и мыл всю эту посуду. Жесть, после пацанов. Да, не повезло, конечно, ему в Новый год посуду мыть. А там еще, представляете, холодная вода только. Там, чтобы горячую нужно кипятить. Да, я бы ему не позавидовал бы даже сейчас. Это, конечно, мытье посуды на Новый год. Интересно, конечно. Да, если заплатят. Хорошо. В общем, ну, как-то так. Друзья мои, но сейчас, наверное, пойду я тусить. у меня тоже там вот на площадке тут моя мама туда пошла к гостям. Там чуть-чуть Таня наша соседка по площадке. Там они отмечают. Потом у меня сейчас друзья встречаются. Мы с ними должны встретиться. Кстати, Салам Алейкум передаю еще Мусе и Эдику. Вот тоже пацанов чуть не забыл. Вчера мы с ними тусовались там в Дегермении. Вот это у нас на горячее. Я думаю, что это будет вкусно. Попробуем. А, ну, ришка. Салам всем. Салам. Будем кушать. Две-три машины эти, какие-то пакушины. привет. Кока-кола. Сан перекрался. Там стопы эти, тверверки. В общем, ужинаем. Всем приятного. Покушали, короче. Если честно, не вкусно было, потому что в салате я нашел два волоса, но это как бы не айс. И само первое блюдо не очень так можно сказать аппетитно выглядело. Ну, как-то так. Единственное, что залетает, это чай с молоком. А так дегермен. Дегермен тот, что возле центрального стадиона ходить не стоит. Да? Вот, ребята, скажите мне, пожалуйста, вот объективную оценку тоже свою. Эдик, ты скажи честно, как? Ну, вот, честно. На базаре вкусную, бля. Да? Конечно. Да. А тут, ну, так, можно поесть, живуток, объяснили. Да, вот, видите, чтобы вы не говорили, что я вру или еще что-то. Ну, действительно, так себе. Превращается в обычную каганатку. Но чай молоком залетает, огонь. О, нам, смотрите, сахар подливает еще. Накидывает, накидывает сюда. Ну, все, ладно, что? Ну, неплохо. В целом, как бы, в целом, если говорить по итогу всего съеденного, не совсем уж так прям и ужасно. Заходить можно, если голодный. Плюс, он делает это заведение то, что она круглосуточно работает вроде как. вот, как-то так. Вот так вот, друзья мои, надо закругляться, идти на улицу, смотреть салют, занимайтесь спортом, друзья. ну, давайте я не буду в этот раз говорить, ставьте лайки и прочее, прочее. А просто пожелаю вам, чтобы вы, чтобы вы были, ой, я уже, знаете, уже запарился. Надо идти, короче, надо двигать. Я уже кушать не хочу, можно манты сейчас есть. До новых встреч, друзья. Всех целую, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok День первого января. Я нахожусь в горах. Отмечаем дальше первого января. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok